Хочу снять видео. Вот у меня лысые дети сидят, их пощипали родители. Вот видишь, что скиньте голые и бесперия. Это родители их пощипали. Они по коротке, потому что они всегда по коротке. Когда сидят тут не везде, когда их тревожишь. Они проявляют такую защитную реакцию. То есть вообще непонятно, почему некоторые корелы щипают, ощипывают. А другие, к примеру, этого не делают. Вот, допустим, дети такого же возраста. Тут другая ситуация, тут самец ощипал самку. Но у детей они не щипают. Ну, сложно сказать, почему некоторые родители щипают своих детей, а другие не щипают. И от чего это зависит. Потому что все в одинаковых условиях находятся. Одинаково всех кормлю. Ну, даже, не знаю. Предположительно, оставляют даже детей от какой-то определенной пары. И один ребенок, получается, когда вырастает, щипает своих детей. А такой же птенец от такой же пары детей щипать не будет. Вот, как бы тут, наверное, ну, лично у меня где-то, я бы сказала, 50, наверное. Нет, даже больше процентов 70, когда они не щипают своих детей. И процентов 30, когда они уже могут, допустим, это сделать. И то бывает, что вот, допустим, у них там было поколение 1, 2, 3, 4, 5, 10 раз они не щипали. Потом раз и щипали. Потом опять не щипают. То есть это, ну, как бы ни в какой литературе конкретно никто не может дать ответ, почему вообще птицы так делают от большой любви. Или, ну, как бы птицы не могут не любить своих детей, я так думаю. Вот. Поэтому я думаю, что это какой-то процесс воспитания, возможно, идет. Я бы не сказала, что чего-то им там не хватает. Потому что всех кормлют знаково, у всех, ну, все то же самое. Только почему-то одни это делают, другие этого не делают. Вот, как-то так.